Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Золотые лекции». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры, экскурсовод, лектор, автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Мне захотелось поговорить с вами о современной архитектуре России, Москвы прежде всего, наверное, потому что на дворе 2021 год, скоро будет ровно 30 лет с момента образования нового государства России, и круглые даты всегда вызывают желание подвести какие-то итоги, да? Ну, правда, в рамках нашего хронометража мы не сможем поговорить про всю современную архитектуру, она разнообразна, это и 30 лет не маленький срок, поэтому я решил поговорить про архитектуру так называемого постмодернизма, разобрать с вами это понятие. Почему именно его? Ну, наверное, потому что постмодернизм — это такое ключевое событие, которое случилось с мировой архитектурой в последние трети XX века, с русской архитектурой, наверное, в 90-е, 2000-е годы, ну и был, наверное, это все уже и в поздний советский период, я говорю, наверное, потому что с этим как раз предстоит нам сегодня разобраться и об этом поразмышлять, да? И вот об этом в таком магистральном главном направлении, которое все еще очень малоосмысленно, не очень, мне кажется, понятно, как и вообще вся современная русская архитектура, мне хотелось бы с вами поговорить, чтобы эту непонятность немножко разрешить, да, немножко в этом разобраться. Итак, что же такое постмодернизм? Возможно, вы слышали понятие модернизма в архитектуре, ну или модернизма вообще в культурологии, да, в истории культуры. Мы обычно называем модернизмом период, который захватывает с конца XIX века до середины, второй половины, почти весь XX век, ну а в архитектуре под модернизмом подразумевается архитектура абстрактная, крупногеометрических форм, лишенная какого-либо декора, ничего нам конкретно не сообщающая, а предлагающая нам любоваться красотой чистой геометрии, стекла, бетона, стали, такая, например, как Новый Арбат в Москве, дворец пионеров на Воробьевых горах, кинотеатр России на Пушкинской площади и какие-то другие постройки 50-х, 60-х, 70-х годов. Очевидно, что такая архитектура, как только она начинает завоевывать мир с конца 40-х годов, сразу после Второй мировой войны, поначалу вызывает большой энтузиазм, как и все новое, а потом, как и все модное, выходит в тираж со временем, приедается, вызывает скуку и в 60-е годы появляется ряд движений в архитектуре, которые пытаются противопоставить себя этой рафинированности, стерильности и абстракции модернизма. И вот одним из таких движений как раз становится постмодернистская архитектура, собственно, ее название как раз отсылает нас к тому, что она приходит как бы после модернизма. Хотя, на самом деле, они, конечно, существуют одновременно. А с чего начинается постмодернизм в архитектуре, давайте поразмышляем. Конечно, невозможно в искусстве выделить какую-то точную дату, какой-то точный рубеж, потому что искусство — это процесс такой сложно устроенный, он происходит сразу во всем мире, много людей думают об одном и том же в разное время. Но, в принципе, одним из пионеров можно назвать такого американского архитектора, которого зовут Роберт Вентури, который в 66-м году пишет книгу. Он вообще не столько архитектор, сколько, наверное, теоретик архитектуры, преподаватель. Это очень важно, потому что у него было время как раз осмыслять какие-то процессы, думать об этом. И вот он в 66-м году пишет книгу, которая называется «Сложности и противоречия в архитектуре». И в этой книге он говорит такие вещи. Он говорит, что модернизм превратился в диктатуру модернизмской архитектуры. Это самая стерильность, это самое стекло, это самая абстракция. Если когда-то в 20-е и 30-е годы, как это русский конструктивизм тоже, эти модернисты должны были пробивать себе путь к солнцу, то сегодня они, как авторитарные лидеры, говорят «Не дай бог ты построишь здание с колоннами, мы же не носим тоги, не ездим в колесницах, шутя за какой-то анахронизм в архитектуре». И Вентури отстаивает такую точку зрения, что архитектура, как и всякое искусство, — это пространство свободы. Тут не может быть никакого единого правила. Ну, хочет человек строить из стекла и бетона, пускай строит, но если я хочу строить, например, с колоннами, кто мне помешает? Это же не математика, где дважды 24, да, как хочу, так и делаю. Ну, такой вот очень простой тезис, но довольно неочевидный в то время, потому что для модернизмской эпохи, для мистского мышления, в принципе, характерны бинарные оппозиции, характерны мышления в духе «правильно-неправильно», да. Можно вспомнить, как русские конструктивисты в 20-е критиковали всех остальных, говоря, что современная архитектура должна быть современной и не имеет права быть несовременной. Хотя, если мы так об этом с вами подумаем, отвлеченно, почему не имеет права? Архитектура имеет право на все, что угодно, да. Вот, и Вентури, значит, таким образом совершает своеобразную революцию в области архитектуры. Кстати, интересно, что его революция происходит синхронно, скажем, с сексуальной революцией в США, с психоделической революцией в США, в том же самом, да, потом распространившейся по всему миру, ну или, скажем, с революцией в искусстве. Надо вспомнить, что в это же самое время в искусстве на передний план выдвигается концептуальное искусство. И для постмодернистской архитектуры очень важна эта связь с концептуальным искусством. Постмодернистская архитектура – это во многом такая концептуальная архитектура, то есть архитектура, которая предлагает вам не любоваться красотой формы, пропорций, гармонией, а предлагает вам полюбоваться красотой замысла, идей. Эта архитектура может показаться вам некрасивой, уродливой, но это потому, что у архитектора такой задачи и нет. У него задача именно придумать какую-то концепцию классную, как и в концептуальном искусстве. Когда мы приходим в музей современного искусства, мы же не пытаемся оценить, насколько пропорционально грамотно художник создал какую-то инсталляцию или перформанс. Это про идеи. То же самое в архитектуре. И Вентури еще в этой книге пишет, что он считает, что архитектура должна быть какой-то очень сложной. Сама его книга называется «Сложности и противоречия». Он пишет, книга его очень похожа на такое поэтическое эссе. Он пишет, что «мне нравится серое больше, чем черное или белое, мне нравится сложное больше, чем простое, неясное больше, чем ясное, традиционное больше, чем придуманное и так далее». И он предлагает целую кучу таких вот оппозиций, в которых он всегда отмечает, что лучше, чтобы было как можно тоньше, сложнее, непонятнее, запутаннее, хитрее, да, вот этой вот ясности и простоты модернистских лаконичных геометрических форм, он ее не любит, не приемлет. Считает, что это скучно, это уже всем надоело, с этим неинтересно работать. А теперь давайте перенесемся в Советский Союз 60-х-70-х годов и подумаем, а не было ли у нас такой же архитектуры, которая была сложной, говорящей, которая позволяла себе работать с мотивами предшествующих эпох. На самом деле, мне кажется, было ее очень много, и она совершенно синхронно у нас появляется с Америкой, с Европой, с чем угодно. Просто не во всех жанрах, наверное, такая говорящая была возможна. В каких жанрах она была возможна? Скажем, в музейном жанре. Если мы посмотрим такую архитектурную лениниану советскую, ну вот, например, на проект Музея Ленина, уже в конце 60-х годов, 66-го года, начинается конкурс на проектирование музея Ленина на Волхонке в центре Москвы, да, около Пушкинского музея. И вот посмотрим на конкурсный проект, созданный архитектором Леонидом Павловым. Что мы здесь видим? Мы видим, в общем-то, такую абстракцию в каком-то смысле, сочетание нескольких кубов, да, но, с другой стороны, эти кубы как-то так хитро расставлены. Вот что сам Павлов говорит про это. Он говорит о том, что он хотел создать ощущение какого-то традиционного городского квартала, где здания разной высоты, разного объема соседствуют друг с другом, и стоят они с разрывами, как вообще на любой такой старинной московской улице в центре города. Или еще он говорит, что он хотел создать ощущение соборной площади московского Кремля, где доминирует объем Успенского собора, а его окружают объемы других соборов или там горновитой палаты поменьше, да. Тут можно, наверное, найти тут и мотивы храма Василия Блаженного, где тоже центральный объем доминирует, остальные его окружают. В общем, такие постоянные размышления об истории, отсылки к московским прототипам, попытка встроиться в контекст московского исторического центра — это все, конечно, такие слова, такие ключевые слова, как контекст, работа с историей, это все очень важные ключевые слова, аллюзии всевозможные исторические, это все важные ключевые слова в словаре постмодернизма. Поэтому вот опять, да, еще один элемент постмодернистской архитектуры — это говорящая архитектура. Очень часто буквально в ней воплощены какие-то образы, символы, мы это неоднократно еще увидим во время нашего сегодняшнего разговора. Ну или вот такой еще жанр, который существовал, конечно, все советские годы, как жанр мемориальной архитектуры. Вот сейчас я вам покажу кладбище и крематорий, зал прощальных церемоний в Киеве, который тоже уже на рубеже 60-70-х годов проектирует Авраам Милецкий. Вот что это за формы такие, да? В них нет никакой вот этой вот абстракции, ортогональности модернизма, это скорее формы, напоминающие нам что-то из растительного, природного мира, какие-то лепестки или каких-то моллюсков, сложные же из бетонной оболочки. Но в то же самое время эти природные, хочется сказать, гаудианские, как бы повторяющие формы Антонио Гауди, испанского известного архитектора формы, они наполнены смыслами. Когда мы заходим в каждую из таких ракушек, там темное пространство, в котором стоит в конце скульптурный алтарь, на который и положено класть гроб с телом человека, которым вы прощаетесь. Таким образом, у меня, например, возникают ассоциации с, может быть, пещерой, в которой был похоронен Христос, да, и пролежал три дня, или с катакомбными храмами ранних христиан. Какие-то такие образы здесь, мне кажется, возникают, то есть архитектура тоже получается очень говорящей, наполненной символами, смыслами. Кстати, вот символизм, это еще и знак, это еще одни ключевые слова в словаре постмодернизма, да, в отличие от абстрактности модернизма, постмодернизм любит использовать знаки, символы и образы. Это снова такая очень риторическая говорящая архитектура. Ну и, конечно, еще один важный сюжет в еще позднесоветском постмодернизме, это так называемое движение бумажной архитектуры, которое развилось в Москве и некоторых других городах в 80-е годы. Это молодые архитекторы, которые, наверное, не желая встраиваться в какую-то официозную архитектурную структуру нашего города, нашей страны, они стали реализовывать себя с помощью архитектурных конкурсов, которые объявляли зарубежные архитектурные журналы. Они отправляли свои работы на эти конкурсы и зачастую получали первые премии, вообще призовые места, таким образом еще и деньги получали и получали какую-то известность. И вот давайте посмотрим на такую работу Александра Бродского и Ильи Уткина, которая называется «Музей исчезнувших домов». Она была отправлена на конкурс 1984 года, который назывался архитектурный колумбарий. Что они предложили? Это, по сути, такой гигантский колумбарий. Колумбарий, напомню, это место, где хранятся урны с прахом умерших обычно, да? Как и в колумбарии, здесь множество маленьких ячеек, только в эти маленькие ячейки вы помещаете не урны, а помещаете макеты домов. Почему? Потому что в Москве в 70-е, 80-е, как вы, наверное, знаете, сносилось очень много исторических зданий, строились новые улицы, тот же Новый Арбат, например, да? И вот, допустим, вы снесли ваш дом где-нибудь на Арбате, переселили вас куда-нибудь в Беляево, но вам очень жалко вашего дома, и вы делаете его макет, вы приносите его в этот колумбарий, ставите там, и как практически к своему родственнику умершему, можете прийти, положить гвоздику или еще чего-то, как-то вот пообщаться со своим бывшим домом. Ну, а в центре этой постройки висит огромный маятник Фуко, штука, знакомая любому советскому человеку, потому что в музеях атеизма часто они висели где-нибудь, скажем, в Исаакиевском соборе в Петербурге, да, для того, чтобы продемонстрировать такой научный эксперимент вращения земли, но в то же самое время, конечно, маятник Фуко, который находится в месте, окруженном снесенными домами, напоминает нам чугунную бабу, с помощью которой дома как раз и сносились, да, вот такое тоже необычное двойное прочтение. Конечно, этот проект бумажный, он не предназначался для реализации, в отличие, скажем, от музея Ленина или колумбариев-крематориев, настоящих в Киеве, но вот в этих бумажных идеях очень много такого было интересного заложено, символического, образного, знакового, работающего с историей, с контекстом, что, конечно, мы однозначно назовем постмодернизмом в архитектуре, ну и действительно ведь многие бумажные архитекторы потом вошли в реальную архитектуру в 92-тысячные годы. И вот давайте мы эти самые 92-тысячные перенесемся и посмотрим, что действительно было создано в Москве, в Петербурге, интересного, что можно к постмодернизму отнести. Вот я говорил про бумажных архитекторов, еще одним бумажным архитектором был Михаил Филиппов в конкурсе 1884 года, который назывался «Стиль 2001 года», он в свое время занял первое место. Его метод можно назвать исторической мистификацией. Филиппов создает такие постройки, которые кажутся нам как бы вросшими или выросшими из города, как бы исторически сложившимися. И вот моя самая любимая его постройка, созданная в 2005 году, это так называемый Римский дом во втором Казачьем переулке около станции метро Полянка. Что он представляет собой? Издалека может показаться, что это некая Сталинка, ну или какой-нибудь революционный доходный дом с самого начала XX века, потому что это такое здание в несколько этажей с несколькими подъездами, которое украшено каким-то классическим декором, да, пилястрами, карнизом, цоколем и так далее. Но если мы приближаемся к нему поближе, мы обнаруживаем, что внутренний двор этого здания как бы вылез наружу, разрывая фасад. Это такая немножечко уже постмодернистская игра, да, потому что в классике так нельзя, так не положено. Это такое нарушение классического канона. Ну, внутренний двор может быть, но надо в него как-то пройти через арку, да, а тут он как бы вырывается у вас наружу, оставляет фасады два острых угла таких айсберга как бы, да. А во-вторых, когда мы заходим в этот самый утренний двор или даже смотрим на него сквозь этот разрыв в фасаде, мы обнаруживаем там что? Мы обнаруживаем там руины, не фонтан, не скамейки, не песочницу, а руины античного храма, так называемого Толоса, да, круглые храмы тоже строились в Древней Греции, в Древнем Риме. Ну, вот если вы были, скажем, на римском форуме, вы помните там руины храма Весты. И вот примерно такие же здесь создает Михаил Филиппов. Таким образом, нам может показаться, что мы в такой ситуации, где у нас есть классическое какое-то здание, да еще есть внутренним двором, который тоже украшен, в отличие от Сталинок. У Сталинок внутренние дворы всегда были голые, ну, как, собственно, и у доходных домов Петербурга, да, эти дворы-колодцы. А здесь вот такой украшенный двор, как у какого-нибудь римского палаццо, и вдруг в этом дворе еще стоит такая римская руина. То есть действительно, как будто мы оказались в Риме. В Риме такую ситуацию вполне можно себе представить, и поэтому то, что это римский дом, оправдывается не только декором, а оправдывается как бы конструированием, или, я бы сказал, мистифицированием, да, некоторой ситуации. Потому что такая ситуация в Москве невозможна. В данном случае это именно мистификация. И еще один дом, который я хочу отметить, который, безусловно, является ярчайшим памятником Лужковской эпохи в Москве и в России, это дом-патриарх на Патриаршем пруду на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка. Когда на этот дом, он был построен в 2002 году. Когда на этот дом смотрят люди и даже искусствоведы, я бы сказал, может быть, начинающие искусствоведы, а может быть, и не начинающие, но не очень глубоко разобравшись этим домом, они говорят, ну, поставили наверху башню Татлина. Напомню, что башня Татлина — это известный бумажный проект эпохи авангарда, 1919 год, конкурс на памятник третьему интернационалу. Вот известный русский художник Владимир Татлин, конструктивист, создает вот такую вот постройку в виде спирали, огромной 400-метровой спирали, долженствующей стать самым высоким зданием на Земле, внутри которой должны были вращаться еще разные объемы. Но ведь мне хочется сказать, Татлин не первый придумал мотив спирали, извините меня, да? Вообще, откуда берется мотив спирали в архитектуре? Мы должны об этом задуматься. Впервые, наверное, старейшей сохранившейся спиральной постройкой является минарет большой мечети в городе Самарра, что в Ираке. Это постройка IX века, и предполагается, что вот арабы-аббасиды, которые завоевали эту территорию, а это же бывшая персидская территория, Ирак, да, что они смотрели на персидскую архитектуру, на зиккураты, и это такая интерпретация образа зиккурата. Не случайно, что европейцы, приезжавшие в средние века сюда, думали, что это и есть нечто похожее на Вавилонскую башню. Поэтому европейское представление о Вавилонской башне, что это именно закрученная спираль. Вспоминаем картину Питера Брейгеля-старшего, наверное, самая известная в мире изображение Вавилонской башни, но многие другие тоже ее изображали именно так, в виде спирали. Ну и благодаря европейским изображениям спиралей, да, изображения Вавилонской башни, спираль стала проникать и в европейскую архитектуру уже с XVII века, с эпохи барокко. И первый шпиль в виде спирали появляется на церкви Сан-Иво-Альна-Сапиенса. В Риме известная церковь Франческо Борамини, крупнейшего мастера барокко, она находится в центре Рима, недалеко от Пантеона, недалеко от площади Навона. Так что, если уж говорить про дом-патриарх, у него все-таки спиралевидный шпиль, поэтому скорее надо не башню Татина вспоминать, а, например, Сан-Иво-Альна-Сапиенса. Но, естественно, история спирали на этом не закончилась. После этого неоднократно спираль возникала в мировой архитектуре и часто в контексте именно вавилонских башен. Что я имею в виду? Вскоре после постройки французами Эйфелевой башни англичане, их вечные соперники, они все время хотят их переплюнуть, да? И вот они в 90-е годы XIX века хотели построить свою башню, которая была бы на метров 50, по-моему, выше, чем Эйфелева. Она называлась башня Уоткинса по тоже имени человека, который выделял деньги, на чьи деньги должно было вестись это строительство. И вот среди проектов башни Уоткинса в том числе был проект самой высокой, напоминаю, это самое высокое сооружение на земле. До этого была Эйфелева, а башня Уоткинса должна была ее обогнать, но не получился. И вот, значит, тоже в виде спирали, то есть абсолютно такое повторение идеи Вавилонской башни, которая тоже, естественно, должна была стать самым высоким сооружением на земле, как вы помните из библейской притчи. И башня Татлина, XIX год, тоже, конечно, является повторением Вавилонской башни, потому что тоже самое высокое на земле, тоже в виде спирали, ну и так далее. Вот, поэтому, когда мы видим вот на вершине Дома Патриарха вот этот вот мотив, мы скорее должны говорить не о том, что это башня Татлина, а о том, что архитекторы Сергей Ткаченко, Олег Дубровский, извините, пожалуйста, и группа архитектора, группа под названием Обледенение архитекторов, они здесь создают такой обобщенный образ Вавилонской башни, да, размышляют о Вавилонской башне в Москве. Тут же можно вспомнить, что в Москве тоже пытались построить самое высокое сооружение на земле, это Дворец Советов, 30-е годы, да, на месте снесенного Храма Христа Спасителя. И вот этот вот уступчатый мотив самого Дома Патриарха, такой свадебный торт, это, конечно, тоже повторение образа Дворца Советов. Ну, а уместно ли в Москве 2000-х, 90-х, 2000-х годов, да, проект еще 2000-го года, уместно ли размышлению Вавилонской башни? Я считаю, да, да, потому что Москва, безусловно, это Вавилон, по официально, тогда уже в Москве было, я думаю, точно не помню, но там более 10 миллионов человек, и, конечно, были представители уже около 150 различных национальностей, что показывают нам переписи населения, и, конечно, мы можем говорить, какой самый главный эффект Вавилонской башни? Это же рассеяние языков, да, и, конечно, мы можем говорить о том, что люди говорят здесь в Москве на разных языках, я не имею в виду русский, украинский, татарский, азербайджанский, я имею в виду, что люди не понимают друг друга, они друга не слышат, да, значит, одни поддерживают Путина, другие Навального, одни гомофобы, другие гомосексуалы и так далее и тому подобное, и здесь, мне кажется, Ткаченко, Дубровский и остальные размышляют на очень серьезную, очень глубокую, очень важную для нас тему, ведь архитектура поднимается до такого уровня, что способна размышлять о том, кто мы такие, да, откуда мы и куда мы идем, вот через работу со знаками и с историческими образами, поэтому многие не любят Дом Патриарха, а я считаю, Дом Патриарх может быть одним из самых сложных и умных произведений современной русской архитектуры, да, за последние 30 лет. Ну, а мы давайте переместимся в славный город Санкт-Петербург немножко, чтобы не только об одной Москве говорить, и одно из моих любимейших произведений постмодернистской, как мне кажется, архитектуры в Петербурге, это Ладожский вокзал, тоже созданный в начале 2000-х годов, долго он очень строился, мастерской, студия 44, архитектурное бюро студии 44 под руководством Никиты Евейна. Дело в том, что в этом здании тоже заложено много исторических образцов, во-первых, да, на первый взгляд мы сразу видим какое-то сходство с европейскими вокзалами, скажем там, с северным или восточным вокзалом в Париже или с западным вокзалом в Будапеште, когда у нас есть стеклянные фронтоны, да, которые фланкированы, ну, под которыми, собственно, под которые должны приходить поезда, как вот на западном вокзале в Будапеште, и, значит, они фланкированы с двух сторон такими более каменными постройками, в которых располагаются уже администрация, залы ожидания и так далее. Но на самом деле можно искать, можно найти конкретный прототип у этого проекта, не обязательно сравнивать его с какими-то похожими европейскими вокзалами. Это проект реконструкции Николаевского вокзала в Петербурге, то, что мы сегодня знаем под названием Московский вокзал, да, куда мы приезжаем на Сапсане из Москвы, который выполнил в 12-м году, там был большой конкурс на реконструкцию этого вокзала, который не случился, которая не случилась, понятно дело, из-за начавшейся Первой мировой войны, проект Ивана Фомина. Вот мы видим, что точно так же три стеклянных щипца и две круглые башни. То есть Никита Ебейн, получается, как бы такой делает реверанс в сторону своего великого предшественника, земляка Ивана Фомина, да, и сто лет спустя как бы повторяет его проект, наконец, воплощает в жизнь его проект. Но и это не все. Дело в том, что Никита Ебейн, сын своего отца, а его отец Игорь Ебейн был выдающимся архитектором именно железнодорожного строительства в советские годы. И в 30-е годы на конкурсе на реконструкцию Курского вокзала в Москве Игорь Ебейн предложил такой вот необычный конкурс, то есть распределительный зал, да, зал ожидания, который располагался бы не перед путями, не справа слева от путей, а над путями. И вы бы спускались к своему поезду по эскалатору, по задумке Никиты Игоря Ебейна, еще в 30-е годы, да, примерно как вы по хоботу проходите в свой самолет. Вы же ждете не где-то там, а около прямо своего хобота, да, у гейта. Вот такая же идея была уже предложена для вокзалов в 30-е годы. Тоже она не получилась, и вот Никита Игорь делает еще такой реверанс в сторону своего отца, и, наконец, в 2000-е годы воплощает эту задумку, как бы смешивает такой авангардный проект своего отца и такой более классический проект своего земляка Ивана Фомина. И вот мы видим, да, что такая вот работа, опять-таки, с историческими образами, с контекстом, еще и с семейным контекстом, с городским контекстом, да, и тут и там Петербург, хоть и разные вокзалы. Вот она такая очень характерная для постмодернизма, ну и, конечно, знаки опять, да, вот эти вот стекло, стеклянные конкорсы, окруженные каменными башнями, конечно, однозначный знак вокзала, знакомый нам теперь уже благодаря нашим европейским путешествиям, и поэтому, когда мы подъезжаем к Ладожскому вокзалу, мы однозначно прочитываем его как вокзал, да, наш ничего не может перепутать. И напоследок я хотел бы поговорить о таком, может быть, самом знаковом жанре для постмодернизмской архитектуры, как музей. Я думаю, вы догадались, почему самым знаковым, потому что музей, ну, как бы самим своим жанром, да, предназначен для того, чтобы в нем воплощать и какую-то работу с историей, и какие-то символы, и какие-то знаки, ну, потому что музей — это как бы такое место, которое с нами все время разговаривает про что-то, про память, про историю. И мне хотелось бы разобрать два музея, один еще из начала этой такой вот нашей эпохи современной архитектуры, и новой России — это музей Маяковского, который как раз проектировался и строился на рубеже 80-х-90-х в период перестройки, и был уже открыт, я там точно не помню, месяц, но, в общем, практически одновременно был открыт с началом Российской Федерации. И тут архитектор Андрей Боков создает вот такой вот очень интересный образ. К сожалению, музей Маяковского закрыт уже, если мне не изменяет память, лет 7-8 на реконструкцию, и когда его откроют, не очень пока понятно, но, может быть, кто-то из вас был в музее Маяковского в Москве на Лубянке, да, ну, или попадете туда после его открытия, значит, как он устроен? Вы поднимаетесь, он такой немножко похож на музей Гугенхайма, сначала надо подняться наверх и посмотреть ту самую комнату-лодочку, в которой Маяковский, значит, живет, да, 6 квадратных метров жилья, четверо в помещении, Лиля, Осип, я, что-то там, а, и собака-щенек, и в которой, собственно, он и кончает жизнь самоубийством, да, и вот это, конечно, не настоящая комната, потому что здание вообще полностью выпотрошено изнутри, это же, оно было реконструировано в эти годы под вычислительный центр КГБ, как немногие, наверное, знают, и он там до сих пор находится, но, тем не менее, эта комната воссоздана, в ней воссозданы исторические интерьеры, и вот вы в этом маленьком помещении сначала смотрите на вот эту обстановку мемориальную, а потом вы выходите в огромный пустой колодец и по пандусу, как в музее Гугенхайма, спускаетесь вниз. И что вы видите? Ну, в отличие от стерильности музея Гугенхайма, здесь всевозможные конструкции парят над вашей головой, какие-то обломки, какие-то осколки кораблекрушения, да, руины, скульптуры, и среди всего этого, собственно, какая-то мемориальная экспозиция, рассказывающая о жизни Владимира Владимировича. И вот какой здесь образ приходит в голову? Мне, честно говоря, у меня, честно говоря, такой образ я вам предложу, да, вы можете сам что-то свое придумать. Вот когда Маяковский пускал себе пулю в лоб, естественно, вся жизнь проносится перед его глазами, но проносится она очень рвано, очень скомканно. Такой известный образ, да, в кино часто это изображается в виде такого очень быстрого монтажа. Вот тоже самое здесь, тот же монтаж. Вот мы как бы были в комнате, где он пускает себе пулю в лоб, а потом мы движемся по этой его жизни, но она вся разломанная, искореженная, потому что все это вот проносится за доли секунды в его голове. Вот такой у меня тоже очень сильный образ появлялся, когда я бывал давным-давно уже в музее Маяковского. Ну, я вам желаю, на всем желаю, чтобы музей был воссоздан в прежнем виде, и мы смогли этой замечательной, мне кажется, постмодернистской работой Бокова и его команды полюбоваться. И современный музей, который, мне кажется, замечательным произведением постмодернизма, это музей ГУЛАГа на Сущевке около метро Достоевская, который сделали молодые архитекторы из бюро-контора. Это, в общем-то, первый их крупный архитектурный проект. Значит, что ребят придумали? Они вынуждены были работать с уже существующим зданием, доходным домом архитектора Жерехова, построенным в начале века. Такое скромное здание в кирпичном стиле, да. Но при этом они столкнулись с тем, что нельзя это здание оставить как есть по современным нормативам. Оно не проходило по теплотехнике, да, нужно было стены его дополнительно утеплить. И вот, а как их утеплить? Утеплять их изнутри, но тогда потеряется фактура кирпича, которую хотелось оставить архитекторам для интерьеров этого здания. Значит, надо утеплять снаружи. Но утеплять снаружи тогда, ну что, вам придется тогда это зашивать, например, самое такое обычное решение — это вентфасад. То есть вы утепляете, а потом керамогранитной плиткой это все заполняется. Но мы где-то это, в общем, достаточно убого в основном, да. И это бы испортило историческое здание, наверное, для музея было бы не очень уместно. И вот архитекторы придумали, на мой взгляд, потрясающую фишку. Они решили обшить это здание. Почему им удалось утеплить только три стены? Можно удалось так рассчитать теплотехнику, чтобы фасадная стена осталась исторической, что тоже очень классно, да. А остальные, значит, три стены они утеплили и обшили их медными листами. А что такое медь? Вы знаете, что медь окисляется. Ну или вот бронза, например, да. Вот памятник Пушкину еще недавно был весь зеленый, да. Покрывается патиной. Соответственно, этот медный фасад, он постоянно меняется. В 16-м году вы пришли в музей, фасад горит, как самовар. Через два года пришли в музей, фасад уже коричневый. Еще через два года пришли в музей, он уже черный и так далее, да. Он постоянно разный. Медь, она как виниловая пластинка, она как бы записывает на себя время. Ну а музей ГУЛАГа, что это такое? Ну вообще любой музей, это про запись времени, да. А музей ГУЛАГа, который призван хранить память о трагических событиях, да, который хранит не столько предметы, сколько вот память о людях, да. Это буквально такой вот как бы музей про память, иметь она тоже про память, да. Поэтому вот это вот сочетание оказалось очень классным, мне кажется. Очень такой мощный получился образ. И очень круто, вот в завершение вспомню еще раз Вентури. Роберт Вентури, тот самый основоположник американского постмодернизма в архитектуре, я про него говорил вначале. Он же говорил, что архитектура... Почему книжка называется «Сложности и противоречия»? Он говорил, что архитектура рождается на стыке множества противоречивых факторов. Архитектура — это сложное единство, потому что на вас влияют снипы, климат, исторический контекст, воля заказчика и так далее. И вот действительно здесь архитекторам удалось на стыке исторического контекста, исторического здания, там, дурацких, может быть, ну или не очень дурацких, российских снипов, которые требовали это здание зашивать и портить его исторический облик, да, и на стыке этого жанра, жанра музея, вот это все как-то совместить и создать замечательное произведение искусства, наполненное знаками, символами, что очень важно для постмодернизма. Ну что ж, в рамках нашей непродолжительной лекции я все-таки постарался рассказать вам и теоретическую базу постмодернизма, и встроить его в художественный и культурный контекст своей эпохи, и на нескольких основных примерах пояснить вам, как понять, почувствовать, что здание можно отнести к постмодернистской эстетике, постмодернистской философии. И смею надеяться, что после этого вы все-таки немножечко повнимательнее и по-другому, более, может быть, заинтересованными, если не влюбленными, то заинтересованными глазами будете смотреть на современную русскую архитектуру. С вами была передача «Золотые лекции», меня зовут Айрат Багаудинов, спасибо большое за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова